Лук репчатый Лук репчатый Обычно в Забайкале в середине августа мы убираем урожай Этот год не стал исключением Вот так выглядит на сегодня гряда, где 4 сорта испытываются, выращиваются через сивок Сор геркулес Я бы не сказал, что он оправдывает свое название Потому что самые большие луковицы здесь есть Масса, наверное, граммов 150, не больше Я рассчитывал больше на этот сорт Но результат как бы средний Ред Барон, красный лук Это традиционный лук, который мы выращиваем уже 10 лет Обычный размер, стандартный лук на любителя Следующий сорт Центуриот Вот, по крайней мере, на нашей гряде Центурион показал наибольший урожай Видите, луковицы такие же круглые, как у геркулеса И в среднем покрупнее Если посчитать с квадратного метра, то будет урожай выше, чем у геркулеса и у Ред Барона Ну и наш знаменитый лук, который выращивают многие Штутга Тризен Лук с плоскими луковицами Вот такими Ну, я думаю, размер нормальный, стандартный Ну, единственное, то что это лук Не очень эффективно используется в кулинарии Плоская луковица неудобно чистить, неудобно использовать Ну, а так, Штутга Тризен Довольно распространенный сорт, урожай Ну, наверное, на уровне Центуриона Может быть, даже чуть пониже Что сейчас делаем? Ну, перо уже само по себе высохло Поэтому мы его выдернули Здесь лук и держим на грядке Затем желательно обрезать его перо Секаторами ножницы И уже досушивать пока солнечные дни Но лучше не на солнце, а где-то под навесом Чтобы воздух продувался И так будем сушить Но хотел бы обратить ваше внимание Что отдельные луковицы вот содержат стрелку Никакого смысла держать такую луковицу И сушить ее даже не имеет Используйте сразу в пищу Потому что она не сохранится К сожалению, ну, таких растений на грядке бывает иногда много Но если у вас всего хранился хорошо Значит, и посадили вы качественно И ухаживали за луком нормально То таких растений вот со стрелкой Много не бывает Если лук репчатый, который мы выращиваем через сывок Мы с вами убираем и сушим То лук эксибиршен у нас еще формирует свою луковицу И я думаю, уборка будет либо в конце августа, либо в начале сентября Все будет зависеть от погодных условий Ну а пока отдельные луковицы на нашем участке Мы достигли массы, мне кажется, 600 граммов как минимум Я надеюсь, личный рекорд 1 килограмм 7 граммов побить в этом году Ну, на некоторых луковицах это вполне вероятно На некоторых растениях И обратите внимание, ни одного растения, пораженной луковой мухой, нет Это вариант, когда мы выращивали с пикировкой через стаканчики А вот так выглядят луковицы, которые выращивали без пикировки рассады Конечно, они примерно в 2 раза или в 1,5 раза мельче Еще раз повторяю, нужно иметь 25 стаканчиков 25 растений рассады Это вполне достаточно, чтобы посадить 1 квадратный метр И получить примерно 15 килограммов великолепного по качеству лука эксибиршен Ну, это касается лука А что касается чеснока, то вот благодаря обильным дождям Вернее, из-за обильных дождей, значит, он полег Что не совсем, конечно, хорошо Правда, вот новый соль, который я изучаю из Дальнего Востока Он стоит, но он поздний Посмотрим, какие будут результаты А вот наш мушсибирский местный, заганский Тем не менее, перо еще достаточно зеленое Убирать его рано Поэтому я советую провести полив Вот я полив уже провел Ну и если у вас почва глинистая То можно луковицы оголить вот так Мы же сажали рядами Или разрыхлить У нас песчаная почва Поэтому для меня достаточно просто разрыхлить между ряди Для лучшего формирования луковицы, конечно, нужна более рыхлая почва Повторяю, на глинистой почве лучше луковицы оголить Огурец на гряде Ну, в принципе, выглядит относительно неплохо С начала августа мы сняли с этой гряды где-то 7 ведер 12-литровых Вот великолепных по качеству огурцов засолочных Вот есть мелкобугорчатые огурчики, я их называю Крупнобугорчатые на разный вкус Здесь всего 6-7 сортов Но я впервые испытывал гибрид, похожий на изумрудный поток Который я выращивал на парнике, на участке И, как видите, результат тоже положительный Это салатный гибрид Очень сочный, значит, и используется этот огурец для жарки Так что и на гряде можно выращивать и такие длинноплодные гибриды Типа изумрудный поток или китайский змей Ну что сейчас мы делаем? Мы сейчас просто поливаем Вот полив у меня идет, подогретый водой И больше ничего, потому что бороться с болезнями бесполезно На листьях появляется ржавчина, антракноз Это различные грибные заболевания от повышенной влажности воздуха Вот после обильных дождей болезни стали развиваться, значит, более активно, более интенсивно Ну вы можете собирать эти листья, сушить и сжигать А можете пока не трогать Ну и ночью похолодало, конечно, налив огурца сейчас ухудшится на гряде Поэтому советую подготовить некранный материал плотностью 40-42 грамма квадратный метр И закрыть гряду, если вы хотите, конечно, покушать свежие огурцы еще в середине сентября Ну думаю, после 25 августа Все, конечно, будет зависеть от погоды Если ночью будет ниже 12 градусов, то закрывать уже огурец на гряде нужно И, наконец, хочу поделиться своим опытом выращивания картофеля по седиральному пару Вот плантация картофеля, здесь 6 сортов До уборки еще далеко А здесь седиральный пар Почему седиральный? Потому что здесь я запахиваю зеленые растения Есть два варианта Либо я сею редьку масличную, горчицу полевую, допустим, в мае И где-то в середине, в конце июля запахиваю мотоблоком А можно на грядке перекопать лопатой Все это перегнивает, значит, очищается почва от проволочника Становится органическим удобрением Фактически я вношу органические удобрения Но в этом году я решил не сеять, потому что было очень сухо А использовать то, что мне дала природа А природа дала вот эти два сорняка Это ширится обыкновенно Это марь или, как в народе говорят, лебеда После дождей мы выросли где-то высотой 50 сантиметров 60 даже Я скосил триммером, вот как видите И начал обрабатывать мотоблоком Викинг фрезой Вот здесь у меня фреза установлена Ширина 60 сантиметров захвата Это, значит, грунтозацеп обязательно должен быть Ну и на два раза я как бы размечаю корневую систему Вот эти остатки стеблей, листьев, что упало И, значит, заделываю постепенно в почву В следующем году, конечно, поздно я эту операцию делаю Из-за позднего падения дождей Но все равно часть перегниет А часть нет, но картофель я буду сажать уже вот По такому седеральному пару Там произошло одновременно еще и оздоровление почвы От различных вредных микроорганизмов Не только проволочника Вот так выглядит эта операция Как видите, все достаточно просто Иметь мотоблок сегодня на участке, я думаю, обязательно нужно Но он должен быть универсальный Там должен быть и плуг, и окучник, и копатель И вот такая фреза И еще об одном хочу напомнить вам, уважаемые телезрители О заполнении компостной ямы или кучи Дело в том, что в конце августа особенно накапливаются у нас растительные остатки Это может быть перо лука, ботва там различных культур Если это здоровый, не содержит вирусной инфекции Или, например, заболевания черной ножки, как у астры То можно использовать все это в компост Я уже показывал вариант двухсекционного такого ящика компостного Вот заполнение растительных остатков этого года продолжается Они оседают постепенно, но я еще буду заполнять вплоть до сентября месяца Периодически нужно брать землю обязательно Здесь же на участке, но не песок Потому что там имеются микроорганизмы И подкидывать так равномерно на эту массу Для лучшего ее перегнивания Ну и используем препарат местного производства Здесь в Лануде Тамир Как раз он для этого используется То есть мы разводим по нормативу в обычной воде И проливаем несколько раз Но должен заметить, что этого флакона хватает на достаточно долго Поэтому даже, может быть, если у вас тем более литровая емкость То и оставить на следующий год Повторяю, в этом году полностью забиваем А под следующий год у меня свободна уже ячейка И буду заполнять ее А вот содержимое этой половины Будет перегнивать еще полностью до сентября следующего года И в конце концов Я к 2018 году получу прекрасный компост Который буду использовать под разные культуры Продолжаю, уважаемые телезрители, отвечать на ваши вопросы Их не так много Но, тем не менее, они поступают в адрес программы Так, Галина Ивановна, город Волануде У нее сразу два вопроса В 2013 году посадила черную смородину Сорт янжай и памяти лесовенко Это алтайский сорт Почему у сорта янжай нет ягод уже второй год Хотя обильно цветет Но у меня такое ощущение, что вас обманули Потому что такого быть не может Янжай это один из интересных новых сортов бурятской селекции Ну, я имею в виду черной смородины С автором я разговаривал, поэтому это какое-то необычное явление Скорее всего, вам продали другой какой-то сорт Неплодоносящий Уберите его А вообще, сорт стоит того, чтобы иметь на участке Напоминаю, янжай И второй вопрос Где приобрести саженцы черной смородины виноградной Которую вы показываете в своей программе Но сейчас очень много сортов крупноплодной черной смородины выведено В том числе и алтайской селекции Поэтому не обязательно виноградную можно выращивать По-характерии подберите сорта, которые формируют массой 4-5 граммов И даже более Но желательно, это должны быть сорта алтайской селекции Ну, не далее, чем за Урал Они у нас будут прекрасно зимовать Ну, а выписать их можно по почте Иногда, значит, алтайские саженцы у нас привозят и продают Так что я не вижу особых проблем Спасибо, Галина Ивановна, вам за вопросы Но у меня есть еще телефонный вопрос Все спрашивают, будут ли в этом году ранние осенние заморозки Ну, к сожалению, я не могу сказать Вероятность этих заморозков, она всегда существует Но последние годы, раньше 10 сентября в районе Улан-Де, например, заморозков не бывает Все-таки с движением у нас идет с весны на осень Летнего периода геционно Поэтому я так думаю, что и в этом году, наверное, после 10-го будет заморозки Хотя с природой шутить очень сложно Бывают у нас и непредсказуемые вещи Но будем надеяться, что ранних заморозков не будет Потому что они наверняка повредят нашему урожаю и вообще нашим планам Пусть будет у нас хорошая, теплая осенняя погода с поздними заморозками Ну, а с вами, уважаемые зрители, прощаюсь ровно на одну неделю И считаю, что в ближайшие дни мы должны активно поработать на наших участках Несмотря на то, что у вас огромное, наверное, желание закончить этот сезон Но еще рано Работы нам предстоит много Хочется пожелать всем хорошей, ясной, теплой, солнечной погоды Всего доброго С Абсолютом выгодно Сок Голд Литр 93 по суперцене 49,99 Абсолют гарант низких цен Когда нет времени, и ты уже не знаешь, где искать дальше Искать не надо Качественные продукты и товары для дома Всегда под рукой, всегда в Титане С Абсолютом выгодно